Двое взяткодателей уже выслушали приговоры. На очереди пособник главного дорожника региона Игорь Листопад. Брата начальника новосибирского ТУАД задержали год назад одновременно с самим Михаилом Чумановым. В отношении вас возбуждено уголовное дело. Имейте право на один звонок защитника в нашем присутствии. Скандал в территориальном управлении автодорог прогремел год назад. Тогда начальника ТУАД Михаила Чуманова задержали в его роскошном особняке. По версии следствия, у представителя подрядной организации он потребовал скромную мзду в 100 тысяч рублей. В ходе очередной встречи в рабочем кабинете Чуманова с целью конспирации, чтобы денежные средства открыты не передавались, были просто вложены в блокнот и переданы Чуманову. Спрятавший купюры топ-менеджер компании «Новосибирск Автодор» Сергей Илюшин пошел под суд первым. Он признался в попытке подкупа Чуманова и за покушение на дачу взятки в итоге отделался штрафом в полмиллиона рублей. Досудебное соглашение со следствием заключил и другой мздоимец – Самира Садулаев. Подсудимый, являясь представителем двух строительных организаций, вступил в сговор с бывшим начальником территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области по получению денежных средств в размере 5 миллионов рублей за лоббирование интересов данных фирм. Директора компании «Дормост» обвинили в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Железнодорожным районом судом Новосибирска Садулаев признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Солидную сумму от бизнесмена Садулаева главному дорожнику региона должен был передать его брат Игорь Листопад, которому по итогам расследования предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве. В ходе предварительного следствия установлено, что Листопад выступил посредником между начальником ТУАДА и подрядчиками, которые проводили работы на объектах дорожной инфраструктуры Новосибирской области, и получил для дальнейшей передачи денежные средства в сумме не менее 1 миллиона рублей из предварительно договоренных 5 миллионов рублей. Сегодня Железнодорожный суд продлил Листопаду меру пресечения. Приговора он дожидается в СИЗО. Первое заседание по существу состоится уже в конце декабря. Тем временем над делом главного героя коррупционного скандала Михаила Чуманова следователи продолжают работать.